Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать в это воскресенье на телеканале Рика ТВ. Создавайте комфорт и уют вместе с проектом Декоративные страсти. Сегодня с нами работает дизайнер студии Вестхаус Ольга Ищенко. Помогает она нашей телезрительнице Афмарал. Оля, мы сегодня пригласили вас в нашу квартиру, в комнату дочери, чтобы ее переделать. А в чем причина? Она такая яркая, детская, воздушная, очень интересная, даже дизайнерская. Дело в том, что, да, действительно работал дизайнер, ремонт уже около шести лет, и девочка подросла, уже более подростковый возраст у нее начался, и она немножко хочет изменить. А если мы меняем, получается, будем полностью все менять или что-то мы оставляем в этой комнате? Ну, наверное, мы оставим кровать, возможно, но остальное, например, шифонер, он для нее маловато уже побольше. То есть нам надо предусмотреть большие, так сказать, зоны хранения, да? Да. То есть для вещей и каких-то мелких предметов. Да. Ну и вот эта конструкция, она как бы была сделана как в стиле домика, вот как девочки, принцессы. Сейчас она, наверное, уже тоже не актуальна будет. Ее можно спокойно сносить? Можно. В комнате сейчас много разных цветов, они гармонично сочетаются друг с другом, но желание заказчицы полностью поменять цветовую гамму на более сдержанные тона. Еще хотела бы узнать, у нее есть какое-либо хобби, которое нужно как бы внедрить в ее комнату? Вообще девочка, она творческая у нас, любит петь, танцевать, занимается актерским мастерством. И вот как бы... Все, что новое, все, что современное, она очень любит и поддерживает. По потолку мы, получается, полностью уберем эту конструкцию, которую у нас в виде солнца, ромашки. И, наверное, добавим побольше освещения, чтобы было более светло, так как сторона, я смотрю, северная, и более тепло даже в комнате. Да, по потолку нам тоже надо здесь изменить цвет, естественно. Мы сделаем его, мне кажется, более простым, основным, без каких-либо дополнительных, так сказать, конструкций. Пожелания озвучены и приняты. Ольга со своими идеями приступает к работе. После того, как пожелания высказаны заказчицей и услышаны дизайнерам, мы приступаем к основной части нашей работы. Это поход по магазинам. Гипермаркет строительных материалов «Щибер» и салон «Евросвет», как всегда, к вашим услугам. Вместе с дизайнером студии «Вастхаус» Ольгой Ищенко мы находимся в гипермаркете строительных материалов «Щибер». Я напоминаю, сегодня мы работаем над визуализацией детской комнаты, то есть мы из детской переходим плавно в подростковую. Что нам для этого надо? Для этого нам нужны обои. Так как проговорили, что нравится цвет Тиффани, я подобрала такие вот обои, приблизительно к цвету уже Тиффани идут, с розовым фламинго. Конечно, мы хотели отойти от розового цвета, но он просто просится. Здесь к ним есть компаньоны, то есть в виде деревянных досок эти сами обои идут, двух цветов. То есть я предполагаю, что в процессе работы я уже выберу, какой будет основной цвет и какие из видов обоев. Да, вот как-то мягче он смотрится, но посмотрим. Нежно. Да, это первый вариант, который я подобрала. И есть еще второй вариант. Цвет приближенный к цвету Тиффани, конечно, здесь больше он голубой, не Тиффани, но двух расцветок. То есть тоже в процессе работы я пойму, какие либо розовые фламинго, либо вот эти такого винтажного стиля обои подойдут в нашу комнату. Да, то есть получается он такой более ярко выраженный принт, а здесь уже что-то вот такое, ну, мне кажется, понежнее что ли. Ну, даже не знаю, как это будет смотреться, но я полностью доверяю твоему вкусу и знаю, что все будет просто очень хорошо. Спасибо. Это линейка детских обоев, представленная фабрикой Rush на бумажной основе, так как Германия за экологически чистые продукты для детей. Представлено большой ассортимент обоев, так как для девочек и для мальчиков. Высокое качество обоев немецкого производства – это общеизвестный факт и традиционно первые позиции в рейтинге настенных материалов из Германии занимают обои для стен Rush. Эта продукция заполонила мировой рынок и поддерживает достаточно высокий спрос благодаря профессиональному подходу производителей и осознанию основных предпочтений потребителя. Все обои фирмы Rush считаются элитными, но характеризуются достаточно низкими ценами. Высококачественные и доступные по стоимости обои Rush из Германии начали выпускаться более ста лет назад. Компания регулярно модернизирует производство и ориентируется на новейшие тенденции в сфере моды, разрабатывая коллекции, интересные широкому кругу потребителей. Поскольку вкусовые предпочтения клиентов компании не ограничены, ежегодно выпускается более 1000 самых разнообразных моделей обоих Rush для кухни, спальни, гостиной и прочих интерьеров. Первоначально компания осуществляла изготовление текстильной и обойной продукции ручным способом и только к 1897 году была запущена первая производственная линия. Сегодня же число производственных линий компаний превышает 20, за счет чего бренд Rush считается наиболее широкомасштабным среди аналогов. На сегодняшний момент художниками и дизайнерами было воплощено в реальность более 5000 разнообразных стилей таких обоев. Объемы производства компании превышают 30 миллионов пролонов в год и эта продукция экспортируется более чем в 80 стран мира. Найти немецкие обои Rush вы можете в строительном гипермаркете Щебер. Новый год не за горами! Зажигай! Уже сейчас! В салоне Евросвет. Все для освещения вашего дома. Помощь дизайнера света в подарок и акция. Улетные цены! Только до 31 декабря скидки от 10 до 50 процентов. Чем больше купишь, тем больше сэкономишь. Раз, два, три, четыре, пять! Скидки просто засиять! Только в салоне Евросвет. Проспекта Леи Молдогуловой, 50 В. Напротив гипермаркета Дина. Вместе с дизайнером студии Вастхаус Ольга Ищенко мы находимся в нашем любимом салоне Евросвет. Здесь, как всегда, новое большое поступление. И в данном случае мы выбрали вот такую вот красивую люстру. У нас уже мы подбирали обои в таком винтажном направлении. Поэтому люстра должна быть была тоже таким с легким винтажным шиком. Мне заинтересовала эта люстра тем, что вот абажоры, они направлены не вверх, а вот именно вниз. То есть они полностью будут давать очень много света в нашу комнату. И вот 8 плафонов нам очень просто идеально подойдут, впишутся в детскую. Да, так как Ахмарал сказала, что света должно быть очень много. И ты подтвердила, сказав, что это северная сторона, поэтому должно быть и много света, и должно быть визуально все это как-то так тепло надетно смотреться. Я думаю, что все получится у тебя очень со вкусом. Да, что у тебя все получится так, как ты задумала. Так что ждем. В идеале осветительных приборов детской должно быть несколько. Нужно обращать внимание не только на дизайн изделия, но и на характеристики качества. Рекомендуется посмотреть на форму прибора и материал, из которого была изготовлена данная детская люстра. Это в первую очередь необходимо для обеспечения безопасности ребенка. Следовательно, во избежание потенциальной травмы не следует покупать в детскую комнату люстру из хрупкого и достаточно тонкого стекла. Лучше отдать предпочтение светильнику, созданному из прочного материала. Следующий нюанс. Проследите, чтобы при нагревании люстра в детской комнате не выделяла никаких вредных веществ, которые не вызовут проблему взрослого организма, но могут отрицательно сказаться на детском. Далее, подбирая люстру, не забудьте учесть тот момент, что осветительный прибор должен обеспечивать комфорт ребенку не только во время его игр, но и во время чтения книг. Конечно же, не стоит забывать и о дизайне детской люстры. Она должна нравиться ребенку, быть нескучной, поднимать настроение. А некоторым детям, например, понравятся познавательные модели. Важно опираться на вкус ребенка и не выбирать то, что нравится только вам. Вместе с Ольга Ищенко мы подбираем дверь и в последнее время наши дизайнеры, ну и мы, в принципе, не против, полюбили белые двери. Они всегда очень лаконичные, очень воздушные и вот у меня такое прям ощущение, что они подходят практически под любой интерьер. Ну, в моем воображении эта дверь будет просто идеально в этой квартире, в этой комнате, получается. А есть еще второй вариант этой двери, то есть она со стеклом. Единственное, чтобы я здесь поменяла, конечно, это само стекло. То есть как дизайнера этот стекло тебе не устраивает? Да, мне чисто рисунок не нравится на стекле. Вот дизайнеры все такие, все такие, то им это не нравится, поэтому на самом деле очень удобно с ними ходить по магазинам, потому что они уже четко видят, что может подойти, а что можно и порой где-то заменить. Ну, то есть ты предлагаешь просто на обычное матовое стекло поменять? Да. И будет просто идеально. Все. Все, все, она сказала, все. Все подходит, все замечательно. А по поводу того, будет эта глухая дверь, либо со стеклом, решайте уже, конечно, наша заказчица, что ей ближе. Детская комната – это уникальное место, где на небольшой площади располагаются зоны активности и спорта, зона сна и отдыха, и зона для обучения. Далеко не каждый родитель сможет сразу правильно определить, что и где должно быть. А некоторые детали, например, освещение и интерьер, чаще всего делаются на свой вкус. Если вы не дизайнер, то может получиться так, что ваше творчество окажется безвкусицей. Подумайте о том, что в этой комнате будет находиться ребенок, а не вы. Существует несколько общих правил, которым нужно следовать при обустройстве детской комнаты. Прежде всего, желательно, чтобы это была самая светлая комната в доме, без балкона и на значительном удалении от входной двери. Большое количество времени дети проводят на полу, особенно в раннем возрасте, поэтому ему стоит уделить особое внимание. Покрытие должно быть прочным, теплым и устойчивым к загрязнениям. Игровую зону можно выделить ковром, но обязательно небольшого размера и с небольшим ворсом, для того, чтобы удобнее его было очищать. С мебелью все просто. Она должна быть безопасной, то есть сделана из экологически чистых материалов, без острых деталей и других частей, которые могут нанести вред здоровью ребенка. Все для ремонта и обустройства своего дома вы можете найти в гипермаркете Щебер. Посетив гипермаркет строительных материалов Щебер, вы увидите большое разнообразие товара и окунетесь в атмосферу уюта. Потому что в Щебере, кроме строительных и отделочных материалов, найдете все для декорирования и обустройства интерьера. Приходите, и вы обязательно вернетесь домой с приятными покупками. Все для дома от гвоздика до сантехники, напольного покрытия, мебели, люстр, шторы, ковров, каминов и мебели. Садовый инвентарь и атрибуты для незабываемого отдыха на природе также можно найти в современном гипермаркете. В гипермаркете Щебер представлены актуальные и модные товары. Сотрудники гипермаркета готовы помочь клиенту создать уют в доме по оптимальным ценам. Главная задача – помочь клиенту создать комфорт на своей территории. В гипермаркете Щебер самые бесспорно низкие цены за счет прямых контрактов с заводами производителей. В гипермаркете представлены товары самых известных производителей стройматериалов, действует служба доставки. Вам оперативно доставят любой товар, приобретенный в гипермаркете Щебер. Если вы пришли в гипермаркет Щебер без настроения, яркие краски, высокое качество, современные формы и уникальная подача товара легко изменит ваше состояние. А побывав здесь раз, вы обязательно захотите вернуться еще раз, потому что здесь рождаются идеи, как сделать свой дом уютнее и комфортнее. Ежедневная команда Щебера радует клиентов ценовыми предложениями на товары большого спроса. Мы работаем для того, чтобы улучшить качество жизни наших покупателей, помогая им экономить свой бюджет в нашем гипермаркете. Гипермаркет Щебер находится по адресу проспект Санхибай-Батыра, 14 рядом с ТРК Алатау. Отличная новость! В гипермаркете Щебер работают дизайнеры, которые помогут сделать визуализацию вашего дома абсолютно бесплатно. Гипермаркет Щебер ждет вас ежедневно с 9 утра до 9 вечера, без перерыва и выходных. А сейчас самая интересная часть нашего проекта – это готовая визуализация дизайнера студии «Вастхаус» Ольга Ищенко. Дизайнер студии «Вастхаус» Ольга Ищенко работает над визуализацией детской. Мебель поменяла свое привычное расположение. Письменный стол возле окна. Такой подход экономит место и не ограничивает доступ естественного света. По обеим сторонам от рабочего места Ольга предлагает разместить шкафы. Обои мы выбрали в строителем гипермаркете Щебер. Чтобы было не слишком ярко, дизайнер использовала два вида настенного покрытия. Отделить обои можно белым молдингом. Менять кровать заказчица не планирует она в белом исполнении, поэтому этот цвет является приоритетным. Двери, которые мы также присмотрели в Щебере, тоже белые. Потолочные конструкции Ольга не рекомендует использовать. Потолок смотрится лучше, когда он свободный, без лишних элементов. Люстру присмотрели в салоне «Евросвет». Из всего многообразия для сегодняшнего проекта подошла именно эта. Чтобы не загромождать пространство, Ольга предлагает небольшую тумбу под телевизором. Комната получилась легкая, современная, функциональная. Дизайнер учила все пожелания заказчицы «Ахмарал». Благодарим Ольгу Ищенко за качественную работу. КОНЕЦ Дорогие друзья! Если вы желаете стать участником нашего проекта, то все предельно просто. Звоните по номеру 7701-111-6818. Я с вами обязательно свяжусь и все вам объясню. Ну а пока прощаюсь с вами ровно на неделю. Тепла и уюта вашему дому. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok